Здравствуйте! В эфире авторский телепроект Кристины Гирёвой «Чего хотят мужчины» на Медиаметрикс Питер. Мы продолжаем серию телеэфиров с нашим постоянным экспертом Анастасией Буенок, психологом, кандидатом психологических наук, специалистом по детской литературе, директором автономно-некоммерческой организации, психологическое сопровождение для пап и мам Стасина подворья. Я хочу сказать, что сегодня мы поговорим о самых распространенных женских страхах будущих мам и тех, чей выбор по разным причинам не рожать. Тема очень серьезная, глобальная. Я очень благодарна нашему эксперту за то, что мы готовы это обсуждать в эфире. Более 20 лет Анастасия Геннадьевна работает в сфере психологического консультирования по вопросам семейных взаимоотношений, бизнеса, внутриличностных конфликтов, детско-родительских отношений и, конечно, осознанного родительства. Анастасия, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Добро пожаловать. И мы продолжаем действительно интереснейшие, увлекательные беседы с вами в формате наших эфиров. Но предлагаю сегодня действительно обсудить топ, скажем, выделить топ женских страхов, не просто женских, а тех, кто собирается стать мамой или тех, кто решил для себя не становиться мамой в принципе. По разным причинам, на разных сроках беременности. Поэтому первым пунктом в моем топ-листе, который я так проанализировала, собрала, посмотрела статистику и выявила, что страх родить нездорового ребенка – это очень серьезный страх, который мучает действительно, не знаю, большое количество мамочек. Как с этим работать? Кристина, это не то, что большой процент. Это все мамы только у одних. Это на уровне уже такого патологического страха, а другие просто это не слышат, но иногда оно пробивается, они как-то там вот это ощущают. Если говорить, глубоко говорить со всеми, этот страх, есть у всех вопрос, в какой форме он выражается. Как с этим работать? Я бы все-таки посоветовала хотя бы один раз женщине, особенно когда это паническая атака, а это зачастую бывает паническая атака, особенно когда первая беременность, все-таки сходить к психологу. Хотя бы один раз, чтобы посмотреть, а чей это страх в первую очередь. Возможно, это не ее страх. Возможно, это страх ее мамы, когда она была беременна ею. Если это страх ее мамы, по крайней мере, эти страхи можно хоть немного, ну так вот разъединить. Это ее страха и страха мамы. Потому что когда это чужой страх, это уже как-то чисто психологически, ну так вот на нашем обывательском уровне легче. И тогда можно начать работать с этим. Почему? Там мама боялась, потому что до этого можно дойти. Или не работать, а просто все. Это мамин страх, и порой даже этого достаточно для того, чтобы женщине стало легче. Порой эти страхи связаны со страхами семьи. Вот, например, с детства мама говорила, если не родишь в 20, то не родишь вообще. Ну, грубо говоря, да, такое вот как заклятие. Очень похоже на стереотипное смышление, если не выйдешь замуж там до 20, там… Совершенно. Не выйдешь вообще. Вообще. Останешься в детстве, да, как любили раньше это говорить. Да, это совершенно не так. Но вот если это заложено, оно будет работать. Если женщина в это не верит, идет своим путем, это не сработает. Основной совет такой – никогда не забывать про свой путь. Но чтобы про него не забывать, о нем надо в какой-то момент вспомнить, чего я хочу и как действительно мне жить. Вот если девочка… Вот как вообще готовиться к тому, чтобы стать мамой? Как? Как? С самого начала, вот как хоть ты чуть-чуть стал осознавать себя, неважно в каком возрасте, кто-то в год, кто-то в два, кто-то в двадцать, два, неважно. Вот как только ты стал осознавать себя, это начало подготовка к материнству. Потому что когда ты живешь на автомате, и тебя нет, и ребенка ты своего не ощущать, не осознавать, не понимать не будешь. Поэтому когда ты живешь осознанно, ты уже автоматически, в разумном смысле этого слова, подготавливаешься к материнству. Это очень важный момент, но он сложный. Поэтому если женщина боится, в первую очередь признать, что есть травм, и пойти к психологу. То есть не отметать это от себя. Да, ну ерунда, в общем, не буду заострять на этом внимании. Ерунда, да, то есть если вас беспокоит, то это не страшно. И искать специалиста, хорошо, таролога, психолога, экстрасенса. Говорю, вот те, к кому сейчас можно обращаться, к социологу иногда. Неважно, у каждого свой путь. Иногда это подруга грамотная. Ну, сейчас такое редко встречается. Ну, знаете, всякое в жизни бывает. Иногда это мама подруги, к которой можно прийти, рассказать о своем страхе. Иногда это крестный или крестная. Кстати, раньше, вот они как раз и помогали, когда-то, давно. А вот прийти и рассказать. И вот этот выговор, вот в первую очередь это еще выпустить надо. Вот почему к психологу приходишь, ты выпускаешь, тебе уже легче становится. Ты выговорил, ты смог его этот страх обозначить, хотя бы как-то словесно у него появляется форма. Некоторые предлагают отрисовать. Да, эти все проективные методики могут помогать, могут не помогать. У каждого свой путь. Кто-то может его выписать, написать про него сказку, рассказ сжечь. Может прямо вот на воду выговорить. Это все никакие не магические штуки, вот в таком понимании, таком темном. Нет. Это все нормальные способы, потому что это все очень помогает. Как вот женщина боится что-то. Встань под холодный душ, да, я имею в виду вообще. Да, и хотя бы вот ситуативно это ты смываешь с себя. Надо на момент что-то. А вот здесь то же самое. То есть на самом деле способов много. Главное не гнать эту проблему от себя. Потому что она есть, она же стучится через твое сознание. Значит, ее надо решать. Вот это надо понять. Ищите помощь, да. Ищите того человека, того специалиста, который вам может помочь. То есть не гоните от себя проблему в первый момент. И если первый специалист не помог, не останавливайтесь. Ну всякое же бывает. Нет, разные бывают, разные очень бывают люди. С кем-то даже, знаете, не всегда, не с каждым психологом-то сойдешься энергетически. Конечно, не каждый проникнет в тебя, в твое сознание, в твою душу, наверное. Да, в твое состояние. В твое состояние, вот не проникнет же этим, да? Как это, нет хорошей жизни. Ты приходишь зачастую, да? Никогда у тебя там полный дзен, да? И ты пришел, мне так хорошо, слушайте. Ну давайте просто поговорим, да? Бывает, наверное, и такое. Делайте еще, чтобы лучше было. Да, делайте еще, чтобы мне было лучше, да. Мы все равно бежим за помощью. Мы идем либо в храм, либо мы идем действительно за помощью к психологу. Пожалуйста, если кому-то помогает храм, кому-то помогает природа, значит туда. Кому что помогает, туда и надо идти. Учить себя чувствовать, да, себя главное. Да, интуиция, чувство. Главное не гнать, потому что если уже беременна, и это нагнетается, это чревато. Чревато серьезными проблемами во время беременности, родов и далее. Не надо гнать. Спасибо. Вот давайте перейдем ко второму пункту. Один как-то всегда вытекает, не то, что вот они логически связаны, но страхов и правда много, их хватает. Поэтому поговорим о следующем. Страх не потянуть ребенка. Вот буквально не потянуть. Я сейчас про материальную составляющую. Очень сейчас многие, прежде чем забеременеть, раньше об этом, мне кажется, не думали. Наши мамы, наши бабушки просто рожали в поле, где угодно, как угодно. Но вот главное, что мы все появлялись на свет благодаря нашим родителям, бабушкам и нашему роду. Сейчас мы все думаем, как нам обеспечить уже сейчас, на этапе даже зачатия и беременности, мы уже хотим обеспечить хорошее образование, хорошую одежду, качественную еду, правильное восприятие мира, путешествия и так далее. Ну так вот, по-хорошему, если думать. И я знаю, например, очень многих знакомых девушек, которые на этапе создания материальной базы до уже почти 40 лет так и не рискнули стать матерью. Я тоже таких знаю. Да, потому что все еще идет этот момент, еще я не достиг или не достигла такого уровня материальной базы, чтобы рожать. Как работать с этим? Но при этом, если человек чувствует, а может на него действует окружение, семья, уже его психологически девушку давит уже. То есть когда, 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 когда. И вот она в этот момент приходит, например, к вам. Слава Богу, что приходит, потому что самой уже не разобраться. Вы знаете, зачастую, Кристина, это уже отговорка такая. Я не рожаю, потому что это не готово. Зачастую еще кто-то в отношениях же может быть при этом. То есть есть стабильные отношения. То есть не мать-одиночку. А там зачастую мужчина или муж, неважно, ну мужчина, не готов. А в такой ситуации из огня до в полымя. Или рожаешь, или признаешься себе, не готова, не хочу. То есть перестаешь брать. Вот это вот эгоистка. Вот это эгоистка, да. Не готова. Не готова. Все, представляешь. И очень легко. Вот когда ты не сидишь на стульчике, да, на двух стульчиках, и тебя не разрывает. Потому что, с одной стороны, я хочу, ты говоришь себе, с другой стороны, я не готова. Нет. Или я хочу, я делаю. Или я не готова, я не делаю. И все встает на свои места. Вот зачастую приход к психологу всего один, когда психолог за тебя проговаривает вот эту ситуацию, тебе становится легче. Это действительно так. Я знаю по себе. Я всегда привожу этот случай, потому что я долгое время считала, что я сильный человек, я способна справляться со всем там до определенного момента, когда я уже не знала, как мне разрулить свою жизненную ситуацию. И я поехала, мне подсказали в тот момент, несколько лет назад, психолога, абсолютно. Три часа я изливала душу, действительно, три часа, там меньше никак не обойтись. Это кажется, что три часа это так много, на самом деле вы уже говорите о многом. То есть мы действительно поднимаем рот, откуда эта проблема взялась. Это очень серьезная работа. И я очень благодарна той женщине, которая там за два вопроса, заданных мне, сделала констатацию факту. И в этот момент я отлично помню свое состояние. У меня как будто грозовые тучи раздвинулись в этот момент. И вы знаете, я вот понимаю, всем тем я сейчас говорю, кто говорит, я сам, я сам. Можете, справляйтесь, это круто, это реально здорово. А если вы уже чувствуете, что вам тяжело и вы не можете справиться, то не поленитесь, найдите правильного человека, потому что грозовые облака быстренько расходятся. Это очень помогает. И кому-то хватает даже одной консультации, чтобы просто выйти из этого, не знаю, психологического коматоза, состояния тупника вот этого, да, когда ты уже уперся и не знаешь, куда тебе двигаться. А возвращаясь к разговору про мамочек, это постоянная история, потому что, как я и говорю, один страх рождает другой. И еще один пункт, который тут же мы хотим обсудить с Анастасией, затронем сразу тему отцовства. Потому что если мы берем какие-то полные отношения, полную семью или гражданскую, или официальный брак, неважно, да, ну, как-то вы вместе планируете ребенка, то очень многие не готовы с точки зрения даже проверить, а готов ли мужчина к отцовству. Как это можно сделать? Кристина, совет всем женщинам. Не рожайте ребенка ни для себя, ни для папы. Для папы я имею в виду для мужа, мужчины. Ни для кого не рожайте ребенка, ни для кого. Вот как-нибудь вот услышьте меня, дорогие женщины, дорогие мамы, кто понял, что что-то не то с первым, вторым ребенком, и хочется по-другому пройти, зачатие, беременность и материнство уже там с третьим, с четвертым, с пятым. Ни в коем случае не рожайте для себя. Рожайте ребенка для ребенка. И все встанет на свои места, грубо говоря, автоматически. Это надо принять. Это как свыше придет. И все, и тогда и папа будет знать, что не для него, его не впрягают в это. И у него придет осознавание, если это мужчина все-таки с совестью, хоть с какими-то зачатками совести, у него проснется это чувство, и он останется в семье. Я вам точно это говорю. Но принять это надо, это сложно, потому что мы рожаем, как? Для себя зачастую. Ну или фраза «я тебе родила». Вот. «Я тебе родила». Все. И этого, да, а кому ты еще родила, ты же и себе так же родила, он вправе это сказать. И зачастую вот этот конфликт. Ни себе, ни ему, ребенка для ребенка. А вот потом надо понимать, что ребенок приходит в двух родах, и что-то надо этому ребенку сделать и для себя, и для двух родов. И когда есть вот это глубокое, грубо говоря, космическое понимание, взаимоотношения между мужем и женой совсем другие, взаимоотношения между мужем, женой и ребенком совсем другие. Они вообще другие. Там все неурядицы решаются совсем по-другому. Я не голословна. Я говорю из личной практики, естественно. До этого надо идти, опять же, годами, десятилетиями. Но к отцовству материнству желательно готовиться с момента своего собственного зачатия. Это еще сложнее. А это мамы должны вот уже это понимать. Вот поэтому сейчас в этой теме такая потребность. Вот это мы готовим сейчас с вами, да, в том числе мам, чтобы они это понимали и готовили своих детей. И они по-другому ко всему подходили. Нет, это не значит, что в момент беременности мама должна говорить, будущее, я тебя готовлю быть мамой. Это абсолютно не нужно. Чем осознаннее она, чем она осознаннее в своем выборе каждодневном, ежеминутном, ежесекундном, тем осознаннее ребенок, и у него не будет проблем. Тем осознаннее ее муж, который рядом с ней понимает, а в чем, в общем-то, проблема. И это можно решить. Нерешаемое становится решаемым. Ну и, конечно, чтобы кто бы опять же не говорил, силы здесь помогают. Опять, потому что с ними идет вот эта связь. Очень часто помогают силы рода. Но чувствуют это женщины или нет, это вопрос к ней. Зачастую помогают бабушки, тетушки, ушедшие, я имею в виду. Есть те люди, которые это очень четко знают и прямо советуют к ним обращаться, особенно с кем была связь. На своем примере могу сказать однозначно, мне помогала моя бабушка, которая в моей такой реальной жизни, в общем-то, меня не принимала. Но там произошла переоценка ценностей. Я прямо это чувствовала. И сейчас чувствую. То есть, понимаете, и об этом можно, и нужно говорить. Я не имею в виду кричать об этом. Но говорить об этом женщинам, чтобы они учились себя чувствовать, это очень важно. И тогда, опять же, повторяю, все становится на свое место. И вместо с мужем. Очень глубоко. Глубоко. Очень глубоко. И вот сейчас сидишь, так понимаешь, что ты, я про себя сейчас говорю, прожил какой-то отрезок жизни и, в общем, не копался даже во всей этой истории. А если с пониманием и погружением, то, наверное, многие вещи были бы легче, понятнее и доступнее. Конечно. И жизнь, качество жизни в этой ситуации как-то улучшается. Однозначно. То есть, у тебя нет ощущения, что ты там идешь, да, сквозь терния к звездам, но есть ощущение, что тебе еще и помогают твой род. Вот, Кристина, вот скажу один вот тоже из страхов, может быть, забегаю вперед, но просто на собственном примере, чтобы было понимание. Я не была даже в таком весе, в каком сейчас, до беременности, хотя я уже скинула. Я не ела вообще ничего лишнего, у меня было все, там, я занималась зарядками, всеми делами. Я набрала очень сильно, в связи с явной причиной, это в связи с полным нарушением сна, это к вопросу о том, сколько ты встаешь и так далее. То есть, так называемый гормон мелатонии, он у меня просто поехал. Вот, сказать, что муж этого не замечал, ну, это бред, правда? Ну, вот как может человек не заметить, когда ты был одним, и вот превращаешься в нечто совсем другое, так обабливаешься. Сказать, что он хотел мне помочь или подыгрывал, вот помочь, так вот не говорить об этом, это вранье. Вот он принимал ситуацию настолько, вот так, значит так, и причем он знал, что я буду решать этот вопрос, мне даже говорить об этом не надо. Ни одного намека, ни одного взгляда, ни одного раза. Вы думаете, это потому, что я ему что-то говорила? Нет, это просто наша история отношений привела к тому, что человек понял, что произошло, и он принял это, ну, принял то, что произошло со мной. Вот такие вот взаимоотношения, они выстроенные, да, и таким образом, и у меня нету проблемы, потому что у меня сознание на это не оттянуто, но постепенно ты приходишь к тому, что ты ее решаешь, и вот этот страх у меня его даже не было. Да, со мной это произошло, но что меня может кто-то оставить, это какой-то абсурд. Это я к тому, что если женщина стоит на своем пути, если она слушает себя, если она во взаимосвязи, как сейчас принято говорить со Вселенной, я все-таки так не говорю, а именно со своей душой, духом и силами, то тогда и эта проблема, она как бы разрешится сама собой. Почему? А он уже как откроется, он просто это поймет. Вот это я об одном из страхов, чтобы такой вот сразу емкий пример привести. Ну мы говорим сразу же, еще один пункт из наших вот этих вот важных моментов, когда женщина боится растолстеть после родов. Да. Это частый случай, потому что вы правильно говорите, что нарушается полностью и режим сна, режим жизни, режим питания, соответственно. И, конечно, очень многие женщины уже на этапе того, что вот хочу стать матерью, но ужасно боюсь, что я растолстею, и потеряю вот эту всю гибкость и легкость своего тела, муж уйдет. Слушайте, реально многие уходят. Уходят, да. Потому что, ну, не способны как-то принять, действительно понять женщину в ее состоянии, в ее статусе в этом материнстве. Это, наверное, какие-то не очень глубокие взаимоотношения, которые рушатся на таких вещах, как лишний вес. Да, они рушатся, но это, наверное, тоже своеобразная проверка, которую не прошли. Совершенно верно. Урок, это очередной урок, да? Да, и страхи – это тоже урок, если идет какая-то паническая атака по любому поводу. Страх родить нездорового ребенка, что уйдет муж, если растолстеет, что не будет молока – это все уроки. Вот тебе прекрасный урок для того, чтобы его проходить. Проходи, нам дается ровно то, что мы можем пройти. Абсолютно согласна. И потом, ну, скажите свое слово. Наверное, если всего бояться… Ну, можно вообще ничего не делать и не рождаться. Да, просто можно, да, ничего тогда не делать, никаких шагов. А если быть, опять же, неуверенной настолько в своем спутнике жизни, который, возможно, развернется и уйдет, если там ты набрала там лишний, там, не знаю, сколько ты килограмм, для каждого просто это субъективно, кому-то и полтора килограмма – это уже вот. Да, да. То есть это прямо уже все. А для кого-то и 10 килограмм, ну, как-то вот туда-сюда. Вы знаете, я видела женщину, извините, перебиваю, вот как раз в акушерском клубе она набрала больше 20. И как ее муж вокруг нее прыгал. И потом точно так же. Никаких не прикладываю силе. Ну, вот у нее так произошло. Она эти 20 или 25 килограммов все скинула. Спокойненько убрала. Ну, у них с мужем были вот очень ровные. Вот он принимал ее в эти килограммы с этими килограммами, и первого ребенка, и второго. Вот они второго рожали вместе, в домашние роды были. Все. Ну, это большое счастье. Да. Вот действительно, человеческое большое счастье, когда люди так принимают и понимают друг друга. К этому надо идти. К этому надо идти, и надо строить вот эти отношения, чтобы это было. Мне видится, что это все абсолютно реально. Поэтому здесь ведь не только нужно говорить именно вот об осознанном... Вот почему я говорю не об осознанном материнстве, а именно об осознанном родительстве. Почему я говорю, не самое главное быть, мягко сказать, хорошей мамой. Главное осознавать, кто ты. И если ты осознаешь, кто ты для ребенка, ты поможешь и мужчине осознать, и ребенку осознать, это будет такое гармоничное взаимодействие трех душ. Это совсем другой уровень. Вот совершенно другой уровень движения в жизни. А не просто отработка соцпрограммы. Папа, мама, я, дружная семья. Помните, как у нас было? Да, да, конечно. Это соцпрограмма, прям четко врезающаяся в мозг. Вопрос по грудному вскармливанию. Очень тоже частая история, которую можно в чатах прочитать, на всевозможных форумах женских, мамочковских таких. Да, вот бытует мнение, что грудное вскармливание – это самое полезное вскармливание, и грудное молоко – это самое полезное молоко для ребенка. У меня лично не получилось там долго кормить ребенка. Я поняла, что мы ушли на смесь, потому что там, да, у каждой… Я сейчас понимаю, что кто-то заявляет «вот только», но слушай, ну а если не получилось «вот только», да, то есть, ну что, ты должен с ума сойти или там уйти в какую-то паническую историю. Нет, ты продолжаешь кормить ребенка, как мне сказал мой педиатр, вовремя мы выкормим вашего ребенка на искусственной смеси. Ничего страшного в этом нет, не вы первая такая, да. То есть, ну, вытаскивайте себя по всяким ситуациям со здоровьем. Бывают же разные истории, правильно? Конечно. Поэтому, как с этим? У меня страха он был, но потом я поняла, что все, пришел педиатр правильный, грамотный, который мне даже вот в тот момент, наверное, вместо психолога вовремя мне поставил мозг на место, что да, нужен человек появился и сказал, слушайте, ну, криминала или какой-то страшной истории здесь просто нет. Мы сейчас смотрим по ситуации, да, вот надо так, значит, делаем так, все как бы нормализовывается. Но многие впадают в истерику. Как же так, нет грудного вскармливания молоко, либо пришло, но ушло, либо молоко какое-нибудь там чрезмерно жирное, либо оно наоборот какое-то синее, которое ребенок ест и не наедается, да, буквально там, или там только одна грудь в этом смысле активная, да, то есть это еще, знаете, бывают разные ситуации там, да, когда действительно физиология, она играет свою роль. Как здесь-то вообще уйти от этой панической истории? Да, это достаточно стандартная ситуация. Я прям вижу эту ситуацию. Прибегает к вам, например, мамочка, вот у нее прям аж волосы шевелятся, потому что ты когда кормишь ребенка, у тебя все мысли, я себя по себе знаю, заточены только на этом. Главное все-таки не преследовать цель быть хорошей мамой. Гристиночка, я сейчас сделаю такой ход конем, обращаясь к Эдуарду. Вот перед нами мужчина, который как родился, так что сделал? Отказался от грудного молока и сделал свой выбор. Сам? Он не захотел, да, он отказался от грудного молока. Более того, он не набирал вес в городе, его перевезли в деревню, посадили на какое? На коровье молочко. На коровье разбавлено. Разбавлено. Видите, дожил, вырос, здоров. Понятно, что всякие нюансы, да, но как-то же его мама тоже смогла это принять. Не стала же она выцеживать там какие-то капли, грубо говоря, заставлять что-то там с себя и его это принимать. Но по каким-то причинам он отказался. Вот ребенок, представьте, в том возрасте сделал такой выбор. Это же его был выбор. Да, серьезный. Серьезный выбор, да. То есть ребенок решил, что да, ему не нужно. Дальше скажу, я очень много намеренно наблюдаю за детьми, это сейчас не гимн тем, кто не кормится сам, нет-нет-нет, я просто говорил, а и то, и в другой стороне вопроса. За детьми, которые на грудном вскармливании, когда они полностью все в прыщах, в коросте. То есть аллергия тоже там имеет место в глазах. А вопрос, а что мама ест, какое там должно быть отобранное питание на самом деле, там в наше время очень многого нельзя есть. А многие женщины готовы как-то пойти на само так называемое пожертвование, ведь это теперь так называется. То есть не есть практически ничего, вот я такая, то есть я не знаю, что бы со мной было, если бы не случилась та ситуация, да, потому что я перфекционистка, если я кормлю ребенка, то я вообще себе ничего не позволяю, да, то есть это что значит? Я практически падала в обморок уже, фактически, да, себе отказывая там, а вдруг у него будет аллергия, то есть это уже тоже какая-то степень такая ненормальная, нездоровая эта степень, потому что, вы знаете, уж если вам нужен этот шоколад, а ребенку нельзя, и вот чувствуется, что у него аллергия, вот вы вот едите шоколад, а у него аллергия от этого молока, которое, да, с шоколадом, ну значит, ну что делать? А вы не можете без этого шоколада, ну ваше сознание не готово, например, его прекратить есть, потому что у вас очень много всего в этой жизни, значит, надо сделать этот выбор и только не корить себя. Вот самое основное, не винить себя и понять, вот сейчас очень сложно, я скажу, что ребенок тоже же выбрал такую маму с такой психикой и с такими проблемами, ну все равно это в той или иной мере все проблема, и он это тоже сделал. Это обоюдное решение вопроса, а потом кто сказал, что это все плохо, вот именно плохо, это путь правильный он, неправильный, плохой он, неплохой. Вы знаете, вот меня мама кормила до двух с половиной лет молоком, то есть прикорм был такой, я с детского садика приходила, а в два месяца, я вот в две недели, вернее, в две недели, когда у меня было две недели, я прямо по ощущениям говорю, я ощущаю, у нее было отравленное молоко, когда мне было две недели, и у меня случился страшнейший запор. Вот, и вот, и что? И где здесь, да, вот эта полезность? Да, потому что ей было не до того, есть или не есть, она ела то, что на тот момент было, а какое у нее было состояние, я прекрасно знаю и ощущаю, она была просто невротичкой в тот момент, потому что она боялась всего, вся и так далее, может молоко перегореть. А у моего мужа какая была ситуация? Его бабушка сказала его маме, перетяни грудь, она перетянула грудь, и молоком она ребенка не кормила. Понимаете, можно сколько угодно говорить, какие все плохие, но мы же попадаем в эту ситуацию, вот когда мы начинаем нести ответственность за то, что мы в этой ситуации, мы сделали по какой-то причине такой выбор, да еще мы понимаем этот выбор, вот когда мы можем зайти на ту глубину, а потом объяснить это ребенку со временем, потому что да, например, в месяц он может этого не понять, вот на явном уровне, вы можете только с его душой разговаривать. Я уверена, что ребенок поймет. И вы сможете своим отношением, своими вкладываниями, своей душой это восполнить. У вас все равно, да, вам может быть придется делать больше, но тем не менее, опять же, и вы, и ребенок, вы выйдете на другой уровень взаимоотношений, на другой виток собственного развития. И я не говорю, что только так должно быть, и это путь, нет, но почему из этого не вытащить плюсы, так называемые, если уж так произошло? Ну, да, действительно, потому что все... Или загнаться, Кристина. Ну, да, либо загнаться, да, и стать, я не знаю, какой-нибудь синей матерью, которая не позволяет, вот в моем случае это так и было, потому что я боялась вот буквально что-нибудь не то съесть там, да, чтобы его не сыпануло и так далее, но тогда вопрос, как мне сказал педиатр, ребенка на искусственной смеси мы выкормим, вот с вами большой вопрос, мамочка, вот вы же ему нужны здоровая, здоровая, да, то есть мать должна быть здоровая, и мне очень четко все это встало в голову тогда, то есть это тоже, она приехала, она не стала впадать в мое паническое состояние, вот как ваша мама, наверное, я примерно тоже в таком, ребенок рождается, ты кругом и бегом пытаешься его там тут оградить, а тут он еще не ест, а тут еще вес не набирает, вот так же все эти, да, ситуации. И очень четко все мозги мои встали на место, я поняла, что да, надо решать вопросы, и вот эта фраза, что мама ребенку нужна здоровая, действительно, сейчас я хочу перейти к очень серьезной теме, мы говорим про материнство, про осознанное родительство, сейчас мы поговорим о женщинах, о их страхах, тех женщинах, которые принимают для себя решение не рожать, не рожать уже зачав, то есть мы понимаем, что мы говорим об аборте, разные бывают причины, действительно разные у женщин для этого, и мы абсолютно никого не осуждаем, но все, тем не менее, страхи, первый, наверное, если делать первый аборт, то ты уже никогда не забеременеешь, это первый страх, который, мне кажется, впиливается прямо в мозг от наших там родителей, от наших мам, бабушек, так испокон веков считалось там, от докторов и так далее. Второй страх, вообще как на это пойти решиться, если так обстоят дела, и можно ли на это повлиять, потому что когда еще беременность есть, вот если девушка придет к психологу, например, к вам, да, ну я понимаю, что вы не можете ей навязывать какую-то точку зрения, вы должны быть нейтральны, тем не менее, можно ли сохранить жизнь ребенку, наверное, в этой ситуации? Кристина, некоторые приходят, чтобы навязали, в хорошем смысле этого слова. То есть переубедили? Нет, приняли решение за них, потому что они слабые, им кажется, что они сильные, они оказываются слабы, но все-таки, если душа приходит по какой-то причине, готов, ты не готов, вообще, вот это готов, не готов тоже были под большим вопросом, ну пришла она, ну тебе-то, например, 35, ну что, ты не готова? Ну готова, квартира есть, например, работа есть, это уже другое, что ты не готов, это вот та самая зона комфорта, да, из которой ты не готов выйти, это ты не готов не к ребенку, ты не готов выйти из своей зоны комфорта, это абсолютно разные вещи, а их зачастую, вот у нас все любят в одну кучу мешать, вот. И если она, эта женщина, уже с этой душой, внутри нее, и это тельце уже створаживается, все, вот оно начало, вот оно пошло, ну так ты пойми, что это и твой выбор, ребенка, угомонись, иди рожай, какие бы панические атаки ни были, ну вынашивай рожай. Вот если женщина в состоянии до этого, ну вот как-то дойти, вопросов не будет, она точно выйдет на новый виток. Если она поддается этим паническим атакам и страхам, ну все, скорее всего, будет обор. Вот здесь нужно сопровождение, психологом ли, или врачом ли, который там нормальный. Там потом же начнется чувство вины еще, то есть там же очень тема-то серьезная, потому что, да, вот как с этой, нет же ничего страшнее, чем чувство вины по отношению... Вина утопит, как в вине, вина и вино однокоренные слова. Она просто утонет в этой вине. Вот у меня есть знакомая, она точно будет слушать этот эфир, стопроцентно. Она сейчас сидит в такой вине, она побежала, сделала аборт, и она не может этого перенести. И не готова расстаться... В каком возрасте? Ну что, 30? Не 15? То есть прям, ну... Там все было нормально, там абсолютно, там человек полностью готов, полностью, и социально, и по карьере. Ну все, уже можно, все можно совместить. Ну он пошел и сделал. Но понимаете, Кристина, здесь, конечно, все-таки, здесь есть проблемы рода. Понять это, опять же, сложно. Почему в роду было точно так же принято вот это вот решение, и что сработало? Потому что здесь говорит весь род в этот момент. И почему она это сделала? И какой урок она не прошла? И какой урок взяла та душа, которая вот выкинулась в итоге, да, через вот этот аборт? Это тоже большой вопрос. Это, опять же, не оправдание, но это все взаимосвязанные вещи. Полностью взаимосвязанные. Все-таки, я повторяю, если душа приходит, надо это принять и понять. Вообще, приятие — это базовое во всем. Приятие, надо уметь принимать ситуацию. Это не значит уподабливаться чему-то, а принимать, как не отрицать. Как только ты принимаешь, ты в состоянии здраво, в разуме рассмотреть все, что происходит. Как только ты не принимаешь, все, вот эти страхи, атаки и так далее, и так далее. Поэтому приятие, рассмотрение, и дальше жизнь, она выведет, она сама поможет. Жизнь всегда помогает. В продолжении вашего ответа, спасибо большое за вообще такое глубокое понимание того, что происходит в этот момент. Не спешите, просто придите на консультацию, как минимум. Вот, пожалуйста, можно к Анастасии прийти, да. Сидит человек, который готов с вами это обсуждать, потому что важно еще найти такого психолога, который готов работать по этой теме. Ну так вот, наверное, нужно просто прийти и попробовать рассмотреть ситуацию с разных сторон. Проговорить, да. Проговорить. Надо бы для начала выпустить вот это, проговорить. А когда ты бежишь, например, сразу на аборт, вот эта девочка побежала на аборт. Я говорю, ну сил же хватило прийти на аборт. Почему не хватило сил, например, прийти к психологу или к тому человеку, который тебе, ну даст расклад. Ну вот расклад. А что будет в той ситуации? Что будет в той ситуации? Я вот девочке говорю, вот Катя не даст соврать. Пойдешь на аборт, потом себе не простишь. Уж если как-то зачала, ну вот так, как бы неожиданно, лучше рожать. Вот сколько лет со всеми работаю, столько всем этой, потому что что будет потом, ты не представляешь. Вы не представляете, что с вашей психикой будет. Это, пожалуй, самое страшное. Да, Кристина, потому что одно дело, когда у женщины уже двое или трое детей, 16 абортов или 20 бывает такое в жизни. И она к этому относится отчасти как к некоему потоку, да, такому, ну как вот конвейеру. Но ты знаешь, что ты родишь, ну потому что у тебя уже есть дети, и для тебя это вот, ну не знаю, как дочеку попить, сходить. А другое дело, когда ты весь как струна, и для тебя на весах жизнь ребенка или жизнь тебя, и ты никак не можешь понять, что вообще все совместимо. Да, жизнь меняется очень, это понятно, но это же не смерть, когда рождается ребенок, это просто другой образ жизни. И продолжение тебя на другом совершенном уровне. Ну очень сложно бывает это понять, ну очень. Бывает, да, я тоже знаю такие случаи, когда решение принимается, обратного хода-то нет, поэтому главное, да, подумайте, взвесьте все, конечно, да, тему очень серьезную мы затронули. Но не говорить о ней нельзя, потому что это вопросы такого приватного характера, они к нам тоже в редакцию поступают, о них тоже просят наши телезрительницы говорить. И мы, в общем, наша социальная миссия должна быть и в том, чтобы говорить и на такие темы тоже. Спасибо, хочу перейти к следующему пункту нашего топ-страхов. Такой важный момент, как восстановить супружеские отношения после рождения ребенка. Ну вот если они вдруг, ну мы не берем тот случай, когда все вообще идеально, замечательно было. Я знаю, что многие пары продолжают жить супружеской жизнью во время, там, да, там это уже их, как бы, личная ответственность и понимание ситуации, кто как к этому относится. Но мы говорим о том, когда отношения супружеские прерываются на момент беременности, исходя из того, что хочется сохранить максимально в безопасности ребенка, и потом они так и не восстанавливаются. Есть такие случаи. Ну их достаточно много на самом деле. Просто, опять же, у нас не принято об этом говорить, потому что это табуированная тема. У нас вообще тема, по большому счету, беременность и всего, что с ней связано, это табуированная тема. Ну, если все-таки мужчина не ушел, вот это важный момент, то восстановить отношения... Есть за что бороться. Да. А если вот уже видно, что... А любовь здесь больше не живет. Или хотя бы просто хоть какое-то приятие этой женщины, этого ребенка, то как бы это сейчас вот жестко не прозвучало, лучше расстаться. Ну, потому что, если особенно нету сил, работать за трех. За трех – это за себя, ребенка и мужчину. Потому что женщине надо работать за трех в этот момент. Держать себя, держать ребенка, держать мужчину. Не удерживать, а держать вот именно в этом духовном состоянии, душевном состоянии, ладном состоянии. Это очень сложно. Это все реально, но сложно. Если этого нету, то лучше расстаться. Если хоть как-то есть, сохранять. Отмечать, что все-таки муж вернулся с работы вовремя. И не пилить его. Ты где был, мне ребенка купать надо. Так, вот этого не должно быть. Лучше сказать так. Ты знаешь, мне правда сложно. Приходи еще пораньше, насколько можно. То есть по-человечески. И вот это должно быть человеческое общение без гонок. Это твой был выбор рожать. По сути, тебе мужчина ничего не должен. Даже если он, ну, папа твоего ребенка, даже если он муж твой, ты должна сама понять, что это все на тебе. Потому что жизнь может развернуться каким угодно образом. И тебе вообще никто ничего не должен. И ребенок не должен быть послушным. Вот все есть такое, какое оно есть. Проходишь ты в этом или не проходишь? Вот когда есть это базовое осознавание, знаете, мне было 18 лет, когда я приготовила для отчима все на его день рождения. Все, 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 все приготовила. А потом никто не захотел мыть посуду. Ни мама, ни отчим. Ну, естественно, гости-то ушли. И я один раз и навсегда поняла, никто за меня это не сделает, не помоет посуду. Так вот я поняла про посуду так, что я поняла это про все. То есть если ты один раз на чем-то поймешь, что за тебя никто не сходит в магазин, что тебе никто не заработает деньги, и никто не должен этого делать, никаких проблем с мужем, с ребенком в действительности не будет. И мир будет разворачиваться таким образом, что будет понимание от самых непонимающих. Но это должно быть базовое приятие, что тебе никто ничего не должен. А как мне сказала одна психолога, это как это? Я беременная, перехожу дорогу, а почему-то они не останавливаются. Я на нее сижу вот такими вот глазами смотрю, думаю, так, подожди. А кто тебе должен? Они почему перед тобой? Да, у тебя такое состояние. Так это у тебя такое состояние. А если ты хочешь, чтобы перед тобой останавливались все, и даже незнакомый строй так, отношения с миром, чтобы перед тобой останавливались. Вот сложно это понять, но как только женщина это начинает понимать и не требовать, а еще больше сама давать, вот тогда все начинает меняться. Спасибо. И муж не уйдет. И муж не уйдет. Точно. Я вам точно говорю. Ни при каких. Будет молоко, не будет. Растолстеешь ты, не растолстеешь. Даже если у тебя будет иногда срыв, и он будет это видеть. Понимаете, может, ты приходишь вечером и говоришь все, или до этого говоришь. Когда ты человек, когда ты строишь отношения по-человечески, человек понимает. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы поговорили о самых главных женских страхах будущих мамочек и тех, чьим выбором является отказ от беременности, от рождения. И о том, как выходить из этих непростых психологических ситуаций, большая благодарность нашему постоянному эксперту Анастасии Буенок, психологу, кандидату психологических наук, специалисту по детской литературе, директору автономно-некоммерческой организации психологическое сопровождение для папы-мам Стасина подворья. Анастасия, спасибо большое за эту важную помощь, которую вы оказываете нашим телезрителям, потому что это действительно помощь. И вопросы, которые сегодня мы поднимали с вами в интервью, это жизненные вопросы, которые касаются, наверное, каждую вторую женщину в Санкт-Петербурге, да и в России, и, может быть, даже в мире, конечно же, тоже. Спасибо вам большое, что просвещаете нас, помогаете и консультируете. Кристина, и вам большое спасибо, что у нас был такой динамичный, такой лёгкий диалог. Спасибо. Спасибо. До новых встреч, друзья.